МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Экс-премьер-министр Казахстана Серик Ахметов возможно выйдет на свободу уже 21 сентября. Суд удовлетворил иск и оставшуюся часть срока заменил на ограничение свободы. Жители Караганды волнует судьба бездомных. Вот только сами бездомные своей жизнью довольны. Во всяком случае, об этом заявляет баба Вера, которая живет возле мусорных баков дома номер 2 на улице Мустафина. Театрализованные представления, обширная праздничная фольклорная программа, спортивные мероприятия и многое другое. Все это жителям столицы представила карагандинская делегация в рамках Дней Карагандинской области в Астане. Экс-премьер-министр Казахстана Серик Ахметов возможно выйдет на свободу уже 21 сентября. Бывший высокопоставленный чиновник из 10 лет успел отсидеть неполные 2 года. В стенах колонии АК-159-18 состоялось закрытое судебное заседание. Как стало известно, Серик Ахметов просил заменить ему необытую часть наказания на ограничение свободы. Напомним, бывший глава правительства страны был осужден на 10 лет лишения свободы за присвоение вверенного чужого имущества, незаконное участие в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Апелляционная инстанция смягчила приговор до 8 лет, а позже по амнистии срок сократили еще на 1 год и 7 месяцев. И вот суд удовлетворил иск Серика Ахметова и оставшуюся часть срока заменил на ограничение свободы. Проблема с людьми без определенного места жительства традиционно возникает в летний период. Погода благоприятствует жизни на воздухе и своеобразная свобода привлекает людей, оказавшихся за гранью общественной жизни. Сердобольные жители улицы Мустафина обратились к нам в редакцию с сообщением о бездомной бабушке, которая нашла приют возле мусорных баков одного из домов. Сергей Высокосов разбирался в ситуации. Мирно спавшую в кустах старушку не тревожили ни мухи, ни суета вокруг нее. Есть определенная категория людей, которых называют бомжами. Кто-то попадает в критические ситуации, но пытается изо всех сил из них выбраться. Кто-то довольствуется тем, что есть, и живет одним днем. А у кого-то это стиль жизни, и они добровольно живут на улице. Но старый человек всегда вызывает жалость у окружающих. И жители дома номер два по улице Мустафина решили помочь бабе Вере. Вызвали скорую, полицию и мобильную группу Центра социальной адаптации. Без ее согласия приехала скорая, протянули ей бумажку и спросили, бабушка, ты поедешь в больницу? Она говорит, нет, ну распишитесь. Бабушка что-то накорябала, скорая развернулась и уехала. Мы в субботу тут три часа проторчали. Было две скорые приезжало, две милиции. Ну, никаких мер она опять у нас живет. Она вот сегодня более-менее одета, два дня она вообще была полуголая. Сегодня, завтра заморозки начнутся. И в первую очередь это же человек, что-то надо делать. Пусть власти какие-то меры принимают. Вообще нужно открывать какие-то заведения для таких, как она. В Караганде есть Центр социальной адаптации как раз для таких людей. Здесь не просто дают возможность переждать трудные моменты в жизни, но помогают оформить документы, найти работу. Трехразовое питание не хуже домашних обедов. Вот только места здесь всего 50. А уже на сегодня здесь временно проживает 51 человек. Можно было бы найти место и для бабушки Веры, но... Она отказалась ехать. Нашим людям, МОК-групп, она тоже отказалась. Есть расписка, письма на отказ. Но, по словам соседей, у нее есть сын, проживает по улице Бакинской, 31. Сын, оказывается, определяет ее разные места. Дом ветеранов, дом милосердия. И вот в последнее время, оказывается, она проживала в доме милосердия. Наши законы трактуют, что таких людей можно определять в социальные заведения только с их согласия. Иначе это будет насилие над личностью. Но пока Вера Кузина оказывается довольна своим положением и диктует свои условия жителям микрорайона. Жалко старого человека. Но от подобной сортировки только мусор летит по сторонам. Возможно, личность уже деградировала. Искаженно понимает свою свободу и этим мешает спокойно жить окружающим. Даже родные не могут повлиять на Бабу Веру. Старожилка Раганды и микрорайона, где обитает старая женщина, Нина Николаевна просто возмущается бездействием властей и общественных организаций. Здесь такой контингент. Просто страшно за свою жизнь. Мы боремся за чистоту дворов, улиц. Мы хотим, чтобы наш город был красивым. Но не решив проблему с людьми без определенного места жительства, наш город не станет лучше. И полумеры здесь не помогут. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. А потому что ты видишь, что я делаю? Подозреваемому в дерзком разбойном нападении на микрокредитную организацию в Тимиртау грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован. Тимиртауский городской суд вынес постановление об аресте на два месяца 30-летнего мужчины. Житель Тимиртау подозревается в том, что 27 августа он совершил дерзкое разбойное нападение на один из отделов микрокредитной организации. Инцидент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах были запечатлены кассир организации и грабитель. Разбив стекло, он проник в помещение и, угрожая кассиру ножом, забрал из кассы 174 тысячи тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. К другим новостям. Театрализованные представления Коян-де-Жерменькесе, Баурсах-шоу, Камыш-шоу, обширная праздничная фольклорная программа, спортивные мероприятия и многое другое. Все это жителям столицы представила карагандинская делегация. В Этнауле на территории столичного ипподрома Казанат состоялось открытие Дней культуры Карагандинской области в рамках международной специализированной выставки «Экспо-2017». Эту пирамиду из Баурсака в Астану привезли учителя Абайского района Карагандинской области. На то, чтобы испечь такое количество, ушло более 60 килограммов муки. Всего в этой пирамиде около полутора тысяч этого лакомства. Венчает пирамиду популярное татарское блюдо чак-чак. Все это мучное великолепие было выставлено в рамках Баурсак-шоу, и каждый посетитель мог отведать свежие лепешки, баурсаки, блины и другие хлебоболочные изделия, представленные Абайским районом. Стоит отметить, что карагандинцы подготовили жителям и гостям столицы обширную программу. Это и выставка картин, и изделия ремесленников, театрализованные представления и спортивные состязания. В некоторых из них принял участие Акимобласти Герлан Кушанов. Заразившись общим азартом, он сыграл в Ассыкату. На площадке также были представлены такие виды спорта, как стрельба из лука, тугас-кумалак и казахская борьба. В театрализованном представлении артисты вернулись к далекому прошлому. Зрителям понравились сцены карагандинской ярмарки. За время работы Экспо международную выставку посетили более 200 тысяч карагандинцев. Нынешняя делегация составляет около полутора тысяч человек. Это отметил глава региона Ерлан Кушанов, открывая дни Карагандинской области в Астане. И сегодня наша делегация, многочисленная делегация, составляет около полутора тысяч человек. Среди нас наши известные артисты, художники, ремесленники. И эти дни спортсмены, и вот дни карагандинской культуры в течение недели на всех площадках Астаны будут представлять нашли мастеральность в свои таланты. В мероприятиях также приняли участие министр культуры Аристанбек Мухаммедиулы, соратники президента, общественные деятели. Гостями стали известные карагандинцы Тохтар Аубакиров, Мухтар Алтынбаев, Макпал Жунусова, Серик Сапиев. Высокую оценку празднику дал и Бекбулат Леухан, уроженец карагандинского региона, известный исполнитель, а ныне депутат парламента. Это очень хорошо организованная программа. Театрализованное представление, карагандинская ярмарка, фрагмент которого мы увидели, имеет большое значение здесь, на Экспо. Кроме того, это большая ответственность проводить дни области последним. Я могу с уверенностью сказать, что карагандинская область с этим справилась. А 6 сентября на территории Экспо состоялся гала-концерт. На одной сцене с карагандинскими артистами выступили именитые земляки, звезды казахстанской эстрады. Караката Бильдина, Ерлан Кокеев и группа К-7, Жамила Баспакова, Булат Кусейнов, группа Улытау, Роман Ким, группа Арнау и многие другие. Дни карагандинской области в Астане продлятся всю неделю. Андрей Тенджак, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Инвестиционный потенциал карагандинского региона презентовали в Астане. В рамках дней карагандинской области на площадке международной выставки Экспо-2017 состоялась встреча на форуме «Казахинвест». В деловой встрече приняли участие представители иностранных посольств, промышленных предприятий, а также инвесторы. Развитая и успешно функционирующая транспортно-логистическая система – одно из важнейших преимуществ в области для бизнеса. Это залог оперативного и качественного объема информации и продукции. 69 проектов в приоритетных отраслях промышленности Карагандинской области были отобраны для презентации инвестиционного потенциала Центрального Казахстана. Это металлургия, химия и фармацевтика, машиностроение, агропромышленный комплекс и многое другое. Заместитель Акима области Алмаз Айдаров отметил, что Карагандинская область имеет ряд преимуществ, в том числе в плане географического положения. В своем выступлении он подробно остановился на инвестиционной привлекательности региона. Задача же регионов, и в частности наша задача в Карагандинской области, это уже второй этап, это приземление непосредственно проекта. Вы все, особенно компании, которые работаете у нас, знаете, что проблемы это выдача земли, подключение тех условий, привлечение местной рабочей силы, такие земные вопросы, которые возникают на местах. Это уже полностью наш вопрос, и сейчас мы выстраиваем у себя в области сопровождение от нулевого цикла до подключения, подключение и последующее постинвестиционное сопровождение инвесторов. Карагандинская область уже имеет немалый опыт по успешной реализации совместных инвестиционных проектов. Один из них – завод по сборке большегрузной карьерной техники «Казбелаз». 12 августа 2013 года отсюда вышла первая машина казахстанской сборки. И у этого предприятия есть большие перспективы. Это отметил один из участников встречи, посол Беларуси в Казахстане Анатолий Нечкасов. Конечно, есть хорошие перспективы, на наш взгляд, у развития этого производства, поскольку уже на специализированные продукции, будет передана документация, и Казахстан располагает возможности доводить локализацию до достаточно высоких процентов. В экономике республики доля Карагандинской области составляет порядка 10%, а по производительности труда наш регион имеет один из самых высоких показателей в стране. На встрече было отмечено, что область имеет большой минерально-сырьевой потенциал. Сегодня запасы твердых полезных ископаемых разведаны на сумму 758 миллиардов долларов США. Регион готов предоставить инвесторам 48 свободных месторождений. На данный момент используется лишь 25% всех недр области. Особую ценность представляет так называемый людской ресурс. Карагандинский регион всегда славился своими высококвалифицированными кадрами. Технически квалификация работников в Карагандинской области исторически очень высокая. И тому подтверждение расположение, как господин посол говорил, совместное предприятие с БИАЗом у нас в Караганде. Кроме того, сертифицированный центр по ремонту техники «Катарпиллер». Таких всего 8 в мире сертифицированных тоже располагается у нас в Караганде. И при выборе площадки основной фактор – это рабочая сила. Также было отмечено, что на территории свободной экономической зоны Сараарка имеется 270 свободных участков, которые власти готовы предоставить инвесторам. В завершении презентации состоялся более тесный диалог с потенциальными инвесторами. Андрей Тенжекс, Илак Нурта и Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этой неделе аграрии Карагандинской области приступили к уборке урожая. Уборочную кампанию планируют завершить в среднем за 20-25 дней. По прогнозам, в этом году средняя урожайность зерновых составит порядка 8 центнеров с гектара. Готовность региона к уборочным работам обсудили на аппаратном совещании. За 20-25 дней аграрии Карагандинской области проведут уборочную кампанию. Предстоит убрать порядка 785 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, свыше 8 тысяч гектаров картофеля и полторы тысячи гектаров овощей. На сегодняшний день уже начата уборка зерновых. В настоящее время приступили к уборке зерновых серпо-добропроизводителей всех районов. По состоянию на 4 сентября схожено 180,7 тысяч гектаров зерновых, а молочено 8,7 тысяч гектаров, а молочено 136,8 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 7,7 центнеров с гектаром. Сельхозформирование баллов зерновых картофеля составит порядка 167,5 тысяч тонн, а овощей 32,9 тысяч тонн. Для проведения уборки урожая будет задействовано 2,189 зерноуборочных комбайнов. Количество 9 дней уборки зерновых при средней нагрузке 18 гектаров на комбайн составит 25 дней, то есть с 5 по 30 сентября текущего года. Также было отмечено, что все сельхозпроизводители обеспечены топливом, а хлебоприемные пункты готовы к приемке урожая. В регионе их 4, емкостью около 140 тысяч тонн. Также в хозяйствах области имеется 523 зернохранилища общей вместимостью свыше 517 тысяч тонн. Вместе с тем в областном Акимате озвучили цены на закуп зерна, утвержденные Министерством сельского хозяйства. В среднем цена пшеницы третьего класса начинается от 40 тысяч тенге за тонн, в четвертом класса от 307 тысяч, в пятом классе от 304 тысяч тенге. Для нашей области предусмотрим квоты в объеме 16 тысяч тонн пшеницы, 24 тысяч тонн нечленя и 2 тысяч тонн в минуту. Как уже было сказано, завершить уборочную кампанию планируется до конца месяца. Погода пока благоприятствует. По прогнозам синоптиков, во второй и третьей декаде сентября ожидаются дожди. Седьмого-восьмого без осадка, в ветер в западе и в штырнг. Теперь вы начнете с 7.12, дневнее 17.22, на юге 25 тепла. Девятый-десятый сентября. Вестами, как помимо и дождь, преимущественно у нас не про западную область. Ветер в сентября западе и в штырнг. Наши температуры 5-10, на юге 13 тепла, дневнее 17.20, на юге 23. Когда в конце недели будет поправа погода. Глава региона Ерлан Кушанов обратил особое внимание на уборочную кампанию в северных районах области. Именно там, согласно прогнозам, ожидаются наиболее активные дожди. Также Аким области подчеркнул, что ход уборки урожая будет находиться на ежедневном контроле. Он поручил управлению сельского хозяйства и Акимам районов принять меры по качественному проведению уборочных работ. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Победители конкурса «Дунеге» Килер Аляталай Касым среди казахских и русскоязычных поэтов области стали обладателями дипломов и денежных призов. В Караганде подвели итоги поэтического конкурса имени Касыма Аманжолова. Всего на победу претендовали 27 участников. Церемония награждения состоялась у памятника Касыма Аманжолова. 27 участников в возрасте от 18 до 40 лет приняли участие в областном поэтическом конкурсе имени Касыма Аманжолова. Организаторы отмечают, что 4 участника исполняли свои стихи на русском языке. Тема конкурсных произведений – Касыма Аманжолов, 100-летие движения «Аллаш», а также свободная тема. Можно отметить, что увеличивается количество людей, которые пишут на русском языке. Конкурс у нас проводится для пишущих поэтов на русском и на казахском языках. Думаем, что проведение таких конкурсов будет способствовать выявлять талантов, молодых талантов. Также и рост их для их поддержки, скажем, творческой поддержки молодежи проводится. Организаторы так обозначили цели конкурса. Пропаганда бесценного наследия Касыма Аманжолова. Внесение вклада в развитие поэзии в регионе. Выявление новых имен, поддержка их творчества. Прославление достижений независимой страны, его исторического прошлого и светлого будущего. Обладателем главного приза и премии в размере 300 тысяч тенге стал карагандинец Женебе Калиман. Гран-при для меня не главное. Главное – это то, что проводятся такие поэтические конкурсы. Это дает возможность для самореализации молодых людей. Мы видим, что из года в год увеличивается количество молодых поэтов. Конкурсом предусмотрено одно первое место, два вторых и три третьих мест. Обладателем второго места и премии в размере 150 тысяч тенге стала Нина Крамер, исполнявшая стихотворное произведение на русском языке. Организатор конкурса «Управление по развитию языков Карагандинской области» и мероприятие прошло в рамках проекта «Туганжер» – программы «Рухани Жангару» и «Столетие движения Алаш». Областной конкурс проводится второй год. Но организаторы надеются, что поэтическое мероприятие в скором будущем обретет статус республиканского, а может даже и международного. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин